Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале снова. Сегодня предлагаю вам вкнуться в мир фото и фотошоп и повторить волшебное фото блогера по мотивам всем известной сказки «Алиса в стране чудес» и «Юлиса Кэрролла». Первым делом смотрю, что мне нужно, чтобы создать подобное фото. В данном случае я понимаю, что ничего кроме длинных волос и стопки книг у меня в наличии нет и даже красивый чайный сервис хранится у бабушки деревня. Но есть великий всемогущий интернет, поэтому все буду брать именно из него. Отмечаю на фото, какие именно предметы мне понадобятся и ищу их во всемирной паутине. Дальше сама себя фотографирую примерно в той же позе, что девушка на исходном фото и перехожу в фотошоп. С помощью инструмента «Быстрое выделение» избавляюсь от ненужного фона, оставив только себя. Переношу сюда же раму, подгоняю ее размер до нужного мне и немного наклоняю ее. Перехожу на слой со мной, делаю его копью и перемещаю новый слой вверх. Дальше снова переключаюсь на слой с рамой и подгоняю ее так, чтобы она была у меня в руке. Снова иду на верхний слой со мной и ластиком удаляю пальцы, которые должны быть за рамой. И тут же удаляю платье, которое тоже должно быть за кранью создаваемой комнаты. Дальше открываю и перетаскиваю все элементы, которые у меня будут на фото, примерно в то место, где они располагаются на исходном фото. Начинаю это делать с общего плана, в данном случае стены, пола, больших стопок книг, к более мелким деталям, кресту, шляпе, кружкам, бабочкам и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Тут, кстати, мне пришлось заменить чай на кофе и сделать его более желтым, а также подправить форму льгующейся жидкости, но результат того стоил. Субтитры создавал DimaTorzok Вешаю чайник и кружку на ветке. Стираю небольшой кусочек ручки, чтобы создать впечатление именно висящего предмета, а не приклеенного. Дальше предлагаю погрузиться в процесс и понаблюдать молча, или здесь особо комментировать нечего. Стираю, удаляю, перемещаю, подгоняю, снова стираю и так со всеми предметами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закончив черновую работу, возвращаюсь к каждому слою снова и прорабатываю его окончательно. Где-то сглаживаю неровные края, где-то меняю цвет или насыщенность, где-то добавляю тени, чтобы все смотрелось максимально гармонично. В заключение добавляю немного облаков и сохраняю. Все, мой вариант фото-повтора готов. Пишите в комментариях, как у меня это получилось и ставьте большие пальцы вверх, чтобы я знала, что вам нравятся такие видео. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!